Добрый день, здравствуйте! Сегодня в свой видеоклип мы хотим посвятить рассказу о неоригинальных запчастях, о подделках, о браках, о том, как подделывают и что подделывают на свой день. То, на чем не добросовестные магазины, скажем так, производители пытаются зарабатывать деньги. Этот случай мы хотим посвятить потому, что очень часто бывают случаи, когда звонят, спрашивают, сколько стоит та или иная деталь, называешь определенную сумму, предположим, в 5 тысяч рублей образом, да, возьмем эту сумму. В ответ слышишь, что почему так дорого, эта деталь везде стоит не более там полторы-две тысячи рублей, вы что, с ума сошли и так далее. Нормальные музыки скидок не просят? Ну, скидки, я думаю, что дело нормальное, да, тем более, что когда человек покупает, ну, покупает, да, и постоянным клиентам, и здесь все у нас на сайте, все время происходят скидки. Но, тем сегодня я хотел бы объяснить, почему же происходит такая разница в семье. Это не от того, что кто-то хочет за одну покупку купить себе машину Бенка, либо сразу разбогатить. Все очень просто. Вот на примере вот этих вот трех предметов, да, я бы хотел сегодня вам всем все рассказать и объяснить. А что это такое? Значит, сегодня здесь, в вашем внимании, я хотел бы предложить всем известную фирму Бош. Бош, фирма Бош, она, конечно, специализируется не только на УАЗах, она ставит, наверное, на все автомобили, да, и разную продукцию, электро-какие-то компоненты, и ремни, и фильтры, и так далее, и тому подобное. Вот сегодня, смотрите, ребята, вот видите все, фирма Бош. Фирма Бош. Вот оригинальный номер детали. Каталожный номер? Каталожный номер, да. Катушка зажигания. Катушка зажигания. Вот оригинальный номер фирмы Бош. Ну, у нас нет сомнений, что это, в общем, оригинальная деталь. Это оригинальная деталь. Достаем отсюда катушку зажигания. Это катушка зажигания. Вот ее оригинальный номер, обязательно выбит. Все, все, все. Который устанавливается на 409 двигателях евро-3, евро-4 Цена такой катушки на сегодняшний день приблизительно, еще раз говорю, составляет примерно 2500 рублей Далеко выбирать на него не буду, вот коробковка у них Ложу ее сюда, как вы видели И вот из такой же примерно коробки, которой нет никакого производителя, ничего абсолютно нет Просто коробка Просто коробка, да, обракованная картонная коробка Я с вами достаю И чтобы вы думали, что? Тоже фирма Бош Вот ее оригинальный номер В оригинальном смысле такой же Такой же, да, абсолютно одинаковая деталь Да, вот Но внешне похоже Не отличить вообще Не отличить вообще Только цена этой катушки на сегодняшний день составляет 500-600 рублей максимум С нацентрным магазином и со всеми остальными делами Такие внешние отличия на самом деле? Возможно, да, но непрофессиональным взглядом Если я уберу сейчас одну катушку в сторону, да, профессиональную, скажу вам Вот, держите, пожалуйста, 2500 рублей с вас То вы, наверное, подвох сразу-то не заметите А проездив месяц, вместе, я думаю, она все-таки отходит Вы ко мне придете и скажете Как так, покупал и так далее Ну, а мне что остается? Я только лишь могу развести руку А в чем подвох-то, собственно? А подвох в том, что на сегодняшний день, господа На сегодняшний день, господа Существует ряд других производителей, которые себя ничем никак не афишируют Они подделывают свечи, какие-то слесарные детали Подделывают даже хабы, муфты, шкварня и так далее И пишут, что это босс? Конечно, конечно Как вы сами понимаете, если я, грубо говоря, сейчас вот купив катушку, да, за 500 рублей, образно говоря Упакую ее вот в эту коробку И продав вам ее за 2500, я думаю, что вы не заметите подвоха никакого Вы только лишь об этом узнаете, когда она у вас выйдет из строя буквально через месяц, может быть, полтора, может быть, два от силы То есть, как босс, она у вас не проходит, сколько должна ходить, 3-4 года То есть, так вот делают именно недобросовестные полноценки, да? Недобросовестные, да, они абсолютно никак себя не афишируют, как вы видите Просто коробку Я это говорю о том, что, дорогие мои друзья, когда вы звоните в магазин, вам называют сумму, которая сопоставима, скажем, в 3 раза меньше, либо в 4 раза меньше, либо в половину меньше Пожалуйста, никогда на это не соглашайтесь Поскольку есть своя цена, да, мы все розничные магазины никогда много на этом не нацениваем, да, грубо говоря Цена может колебаться там плюс-минус совсем немножко, но не надо никогда удивлять Точнее, у вас должно вызвать удивление и не советовал бы я никому приобретать такие детали, когда в одном магазине детали, скажем, стоят 10 тысяч рублей А в другом магазине стоят 7, либо ниже тысяч рублей Все-таки всему есть своя цена Цена может варьироваться там плюс-минус немножко, но не слишком сильно заметно А как вот отличить простому покупателю в магазине, чтобы мы не впарили вот такой вот поддел Ребят, я вам скажу честно, все это не стоит покупать в малоизвестных магазинах, да, потому что мы вот сетевые магазины, мы все-таки дрожим своим именем, дрожим своим брендом, дрожим своим покупателями, да, мы держимся за свое имя, как бы, да, стараемся покупать всегда Если что-то качественные детали Если какой-то спорный вопрос, да, там, по гарантии, он решается очень быстро, очень просто, всегда в пользу покупателей Также еще бы хотел сказать, что все-таки надо покупать детали в их нефирменных коробках А, чтобы была фирменная упаковка? Конечно, должна быть фирменная упаковка обязательно Она бывает различного вида, там, он бывает синий Bosch, как вы видите, желтый Bosch Но, тем не менее, это должна быть фирма Bosch Понимаете, да? Такие же случаи приведены, например, на сайте АДС, что очень часто ихнюю продукцию начинают подделывать Поэтому, она, ряд этих запчастей, конечно, получается вам гораздо дешевле, вот, но дешево не означает качественно А вот, можно, можно еще, пожалуйста, просто в догонку Вот я, например, приезжаю на рынок запчастей, там какой-нибудь контейнер стоит, дяденька, который уже, ну, можно сказать, проверенный, да? Я к нему приходил, говорю, вот мне нужно, допустим, вот такую катушку Он достает из прилавка, из-под стекла и протягивает Вот что мне сделать, чтобы не наколоться, какие я должен предпринять меры, попросить, можно, с коробок подвесить Конечно, прежде всего, господа, я все-таки вам должен объяснить о том, что все детали, они зачастую продаются упакованные в фирменной коробке, понимаете? Вот, на сегодняшний день, конечно, не кладутся уже паспорта, я вам должен признаться, а фирма, что раньше они всегда туда как бы упаковывались, да, укомплектовывались Поэтому все-таки надо брать не у дяди, все-таки, да, наверное, на рынке в контейнере, как вывод То есть лучше отказаться, да? Лучше, наверное, вообще не ездить к дяде в контейнер, да, приехать, наверное, все это специализировано в магазин, будь то наш, либо там ряд других магазинов, какой вы пожелаете Там, где вам выйдут прекрасный чек и товарный чек, при желании, вы всегда можете попросить сертификат на ту или иную продукцию, да, там, соответственно, даже на коробке будет упакована Либо же у нас есть специализированные документы, в которых рассказывается о дате приобретения этого товара, понимаете? То есть мы готовы предоставить любой пакет документов на ту или иную продукцию Вот, эту тему я сегодня решил затронуть, потому что люди, наверное, некоторые, которые обзывали от магазина, ищут детали, анализируют стоимость Удивляются тем, что как так, здесь где-то стоит 1000 рублей, а где-то стоит 4000 рублей, почему же так? Да вот все, почему, ребят, потому что есть недобросовестные продавцы И производители, да, понятно, что, грубо говоря, взяв детали за 500 рублей, продав ее, скажем, вам за 3000 рублей, да, он, конечно, зарабатывает А вам их на машину надо сразу 4, да, на машине, потому что это 4, на каждой свече, вот и посчитайте его, соответственно, прибыль Вот, а, соответственно, ему прибыль, а вам растрат, вам потери, растраты и так далее Поскольку товар будет крайне некачественный Поэтому убедительная просьба для всех Первое, цена не должна быть, конечно же, резко провальной Не покупайте в неунадежных поставщиков Ну, и смотрите сами, что была упаковка, был логотип, была голография, была какая-то наклейка, да, фирменная Только и всего, и не ломайтесь его, конечно же Всем спасибо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok